С у нас 11-е 08-е, без 29 утра. Продолжаю видеодневники, завешиваюсь. Векция показывает 76,9. Мой вес 76,9. Сейчас, дошвет. Вчера, последний раз, мой вес был 78,2. Смотрю, блин, мой последний вчерашний файл. Не могу ни переименовать, ни открыть. Не получилось у меня на этих весах? Да, звук есть, а видео нет. Это ж надо же. Килл 300 вместе с мочой потерял. Блин. 2 ГБ. Не воспроизводится. Оттояль. Вот эти пояльны, получается. От неё надо переименовать. Интересно, что за новость. Отежśnie, конечно. А сейчас понятно? Втересу, что он prophetic. Вот эта громкость стоит. Быстро перед номером путем, наверное, 1300 aproбы. Достаточно мощному слову. Ну, всё готово. Смотрите, я вижу, что ты распадал. Электролик будетова? Основфер так вот так. В этих деньгов положил. Может ли я симпатозам это? сразу не отвечает. Какого он не отвечает? 29. 29. Какие-либо действия приводят вот к чему. А если попытаться закрыть, 30. Ну и закрыть пробу. С вчерашнего дня идет Моймейкер. Соединение. 28%. Полночь бы наработал. Компьютер соединял. Не знаю, что это. Может перезагрузка надо сделать? Пока я удалять не буду. Что-то начинаю докопывать. Ладно, подожду, пока закончится обработка, потом сделаю перезагрузку, посмотрим, что будет. Значит, сейчас надо перезагрузку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, поэтому мне до сих пор спать хочется. Хм. Ничего, пробегаемся. Я думаю, что яблоки закончатся к концу августа. Продолжение следует... Продолжение следует... Позднее груши. А груши, в принципе, уже сейчас есть. Значит, груши есть не буду пока здесь я буду. Вот. У меня есть поздняя груша. Она пока еще мелкая. Будут груши, потом виноград. Ну, орехов я на собираюсь, если ты хочешь мне большой орехов. Хотя орех — это белок, пусть даже растительное происхождение, и вообще тут в случае не есть. Для перехода на праны надо, чтобы организм был полностью щелочной. Питаться чисто носительная пища именно углеводного происхождения. Вот. То есть, как бы, белок сам по себе — это уже сложная структура. Вот. Аганист должен получать простые элементы, те же самые углеводы. Вот. Чтобы из них уже стряпать сложно. А если он будет получать белок вместе с орехами, то он белок сам производить не будет. Эти вот бактерии, да. То есть, в конечном итоге переход на праны предполагает, что бактериям нечем будут питаться, а они вынуждены будут сам производить белок методом холодного ядерного синтеза. Орехи — это на крайнем случае, если не получится перейти на втором. Так, мешает, могу сказать. Так, мешают. Звучит. Продолжение следует... 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 Такое, казалось бы, просто десек, переименование файла, даже у воспроизведения это не получается. Что-то с ним не то. У меня девятый еще полностью не обрабатывался, уже готовый десятый. Начал одиннадцатый. Может так загружать. Что не успевали, а даже сегодня поручаться на чекнато и загружать. Продолжение следует... 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 Так, в разброс, я же по порядку всё придобавляю, ну, а у меня разброс придёт. Продолжение следует... 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 Я не только мамой наследник в качестве ее долга в банке. Надо как-то еще этот долг покрывать. Да, я знаю, что сейчас на покупателе отменили все долги. Далеко не факт, что если мне в этом банке понадобится что-то взять, либо просто оформить карточку, ну, хотя бы, чтобы получать с YouTube платеж, чтобы банк не потребует выплатить. Тем более я уже не на покупателе. Короче говоря, именно Приватбанк, именно в этом банке можно положить платеж с YouTube. Именно в нем долг. Ну, в общем, эти деньги тоже пошли прахом. Жал-либо, счастье, оставил в Донецке. Ну, пока они меняли, посмотрели, именно похороны потратили. Вот, а переоформить мне не получилось. Ну, а по поводу книг, что хочешь сказать? У меня не все сканированные в ВКонтакте есть. Вот. Вот. В автоматике кинотеатр я уже два года, как почти не слушал. Два года не смотрел. Принтер, да, там надо было пару черниль добавить, он бы работал. Здесь нашел один драйвер со мной остался на этот принтер, а другой там остался. Вот. Вот. Бритва почти новая. Немножко попользовался. А, еще тарелку я продал за 150 гривен. А, ну это по мелочам. Короче, утюг за 80, фен за 80. А. Ну, и еще до этого, дооооооо до мая даже, еще раньше, денег не было. В общем, там, костельная продавала. Бабушка, тебе привет. Если бы я тебе все это продал, мне бы нечего было бы есть. Как она рассуждала. Твоя мама, значит, твои долги. Но за ее зимними вещами она вернулась все-таки. Забрала летние вещи. Забрала золотую цепочку с кулончиком и браслетик золотой. Серебряные кольца забрала. И серьги там тоже серебряные были. Вот. Еще и поднялась ко мне в дом на вершину, чтобы забрать все зимние вещи. Куртки там, все. Обувь. А я и не открыл дверь просто. Я же приводил милиционера под расписку, чтобы потом мне было сказано, что я ничего не отдал, а на самом деле они все забрали. Ну, тогда просто был вопрос, где взять деньги. Результаты я здесь. Если бы я там еще оставил компьютер. Шурик, тебе спасибо за стандай. Я просто побоялся там его оставить. Как все совпало? Ну, что просто случайностью быть совпадением. Не знаю. Может, что-то высшая воля все так задумано. Меня к чему-то ведут. Ехать буквально за сутки до того, как перекроют дороги. И за трое суток бабушка моя. Слушай, надо же так. Мама жила, работала, зарабатывала, тратила деньги, да, покупала эти вещи. Зачем скажешь, что все равно с собой не заберешь. Надеялась, но авось пронесет. Она знала, что у нее проблемы есть, серьезно. Я помню, как-то сидела и завтракала, она мне рассказывала. Знаешь, что... Ну, короче, у нас в облоре там много детей было. Постарше. В основном все старше меня. Так вот там у двух девочек. Мама недавно умерла. Вот. И она мне... Моя мама мне об этом рассказала. Она, как бы, мою реакцию хотела на это узнала. Ихняя мама умерла. Типа с намеком, что то же самое может произойти и с ней. Ну, меня это, конечно, шокировало. Но я не подумал, что то же самое может и с ней произойти. Мама уже что-то... О чем-то... На тот момент думала. Надо было вовремя ходить и проверяться гинекологом. Да, еще я вам рассказал, обещал рассказать об одном случае из маминой молодости. Который, может быть, и послужил причиной этого, что она заболела именно кисто-реечнику. Но об этом я уже позже расскажу. Об этом я узнал открываться. Бабушка об этом знает. Мне об этом никто никогда не рассказывал. Что же, похоже на него? Что. Что же, похоже на него? Я много видишь? Можно ли это применять? Как они придумали? Я не умею. Продолжение следует... Я вот как раз думаю постоянно о том, что если бы я всё-таки не воился и не продал бы свои вещи, телевизор, системный блок там, да, телефон, там порядком бы продавался, это бы всё там тогда несколько и осталось. Ну, конечно, всё-таки я бы... ну, Гвардус бы закрылся, понятное дело, но кому бы я это всё продал, и какой бы с ней... Вот. Смысл работы? Я не вижу смысла работы. Единственный смысл в своей жизни сейчас вижу в том, чтобы... показать людям, что такие ситуации есть, но все и так об этом знают. Были, есть и будут. Взять всю историю нашего, вообще, так называемой цивилизации, да, не культуры человеческой, цивилизации. Это постоянные войны. Одни работают как проклятые, зарабатывают, обогащаются, а другие потом приходят и на этом сами обогащаются. И так всегда, и так всегда было, есть и будет. Что люди эти уроки не усваивают. Так вот, здесь, на чём я вижу смысл своей жизни, это... Ну, по крайней мере, молодому поколению, в таком ярослые глаза на то, что есть перспективы в этой жизни, по отношению к той ситуации, к той системе, которая... к которой нас приучает само Одесса. Нам говорят, что, вот, нужно, там, садик, школа, универ, да, работа, дом, семья. Потом, постоянно, работа, дом, работа, дом, работа, дом, каждый день работа, дом. В результате болезни, аптека, больница и мор в кладбище. Маленькая пенсия, да? Это ещё хорошо, если человек доживёт до неё. А если нет? Получается, что все налоги, что он платил в пенсионный фонд, накроются медным унитазом. Вот такая вот, ну, конечно, как бы, пессимистический настрой, но это... Это реалии жизни. Люди, очнитесь. Я уже... Я говорю, с того момента, как я понял, что все эти штучки-замоночки, что я покупаю, мне уже не приносит никакого удовольствия, я уже просто понял, что на меня не надо. Потому что я столько сил трачу на это на всё. Тогда я и уволился. Просто... Надо было отдохнуть, собраться с мыслями и какой-то другой вариант поискать. Раздать уже три года. Тем не менее, я ни о чем не жалею. Я честно, серьёзно говорю. Люди потеряли работу, которые... Сейчас ты работаешь, к чему-то стремишься, тратишь твои силы, нервы. А зато всё, варус закрытый. Люди потеряли работу. Так ещё до этого, что они ж в оккупации работали. Там же вообще завал. Магазин полупустой стоял, потому что не пропускали машины из Днепра с продуктами. Там половина всех посыщиков из Днепропетровских. Сейчас, по крайней мере, я всё-таки два года, но не три, два года. Значит, половина первого года, практически год, да, мне перечисляли социальную помощь. То есть я был, фактически, на подлечении у общества социальная помощь, то есть общественная помощь. Ну, я как бы не за спасибо её получал, не за красивые глазки. Всё-таки больному человеку помогал. Вот. И сейчас, получается, такие вот три платежа. Двадцать по шестьсот пятьдесят, какие-то там, может, четыреста будет. Тоже, как, от общества, которое работает. Я просто понимаю, рабочее население платит налоги. Но, опять-таки, практически всё я потерял после оккупации. Я не хотел эту оккупацию, я не хочу до сих пор эту войну, но она никому не нужна. Вот. Одновременно с этим я стараюсь искать альтернативу. Вот. Но там, по крайней мере, на данном этапе именно питание. Потому что люди до сих пор в каком-то таком вот тумане находятся, что ли, и не видят никаких просветов. Можно не тратить деньги на мясо, можно тратить только на овощи и фрукты. Это будет гораздо полезнее, но делать это нужно постепенно. Но, в конечном счёте, цены будут повышаться и в дальнейшем. Обратите внимание по поводу цен. Та же самая гречка, поятного слова, там, 350, да, до 2008 года. Потом, сам по себе, кризис гречки, она просто повысится в цене до 8, там, до 8 рублей гривен, по-моему. Но, только потому, они не из-за амфляции, только потому что гречки самой было мало. Потом, в 2008, доллар скопануло опять-таки с 4 до 8. И, как бы, гречка непартная наша, но всё равно она тоже подорожала. Транспорт, бензин. Доллар 8, потом 12, теперь 22, и мы уж не понижаемся. Страна практически живёт в кредитный долг, и, наверное, с этим успевает часть выплачивать. Но всё-таки, ну, на развитие страны берутся кредиты. Под процент, естественно. И всё равно всё дорожает, всё, зарплаты на одном и том же уровне. Почему? Они-то повышаются, да, должна расти и платежеспособность населения. Но, одновременно с этим идёт та инфляция, а они там, зарплата, может, повышается, но цены-то растут, в результате, как бы, на одном и том же уровне. То есть, не может быть такого, чтобы цены понизились, но зарплаты повысились. Нет, конечно, это будет ещё больше инфляция. То есть, инфляция-то, когда у населения денег на руках с наличными больше, чем они находятся в обороте, в виртуальном виде, то есть, в банках. То есть, деньги должны, по сути, работать, а не лежать под матрасами. Вот. Если население не тратит свои деньги, а копит, то это уже идёт инфляция. И поэтому правительство вынуждено либо брать кредиты, либо печатать деньги. Если печатают деньги, тогда повышаются цены, чтобы люди, которые получают эти деньги, тратили их быстрее. Если же берёт кредиты, то надо кредит возвращать. А кредиты требуют определённого уровня развития и реформ. Сейчас эти как раз реформы, это и происходит. Короче говоря, в конечном итоге человечеству, по крайней мере у нас в Украине, всё равно придётся от нас отказаться. Но, беда мыслу населения, это точно. Люди осознают, что нельзя столько денег тратить на мясные продукты, надо искать альтернативу. И она существует в любое время. В любое время мясо всё равно дороже, мясные продукты всё равно дороже, чем растительные. Вот единственное, что надо просто себя перебороть, перестроить свой организм, там будет всё нормально. И на этом я сам учусь и хочу научить тех, кто заинтересуется моим опытом. Ну, не сейчас, так потом. Моим и потом, а потом других. Сыроедов, продавилов, фруктоедов, гиганов и тому подобное. Ну, вообще говоря, сейчас я просто буду читать. Я к чему веду? Если есть какие-то вопросы, пожелания, вы пишите. Повторюсь в очередной раз. Если у кого-то будет есть возможность предоставить мне техническую возможность, тавтология получилась. Снимать не этой камерой, которая записана 2,5 часа, надо опять прерывать запись, а нормальной камерой внешнего наблюдения 10 часов непрерывно и напрямую на компьютер, не передавая через USB-карт-ридер. Еще плюс ночью с подсветкой, но это, в принципе, необязательно. То есть, мне нужна камера внешнего наблюдения, чтобы снимать с ней в комнате. Желательно, чтобы цветная, она тоже несущественная. Напрямую посреди на компьютер, ну, там, через всю эту систему, конечно. Ну, чтобы файлы не были такого объема, как, допустим, на этой камере 2,5 часа, 2 ГБ. Ну, это много. И, если есть возможность, тоже может, какая частная тема вас интересуется, проводной интернет подключить. Как бы телефон, телефонный кабель здесь есть, здесь раньше был подключен интернет. Ну, это не выплатывать, я просто взял из сети, отключил из сети, а не водох. То есть, как бы, я на 400 гринов платил долг, и потом еще не знаю, сколько заплатить за установку. Сейчас это довольно нереально. Короче говоря, обращайтесь, если есть возможность помочь. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...